Порой любовь к кошкам и здравый смысл могут спасти население целых городов. Ладно, сейчас расскажу. 13 век и католическая церковь. Огненное сочетание. Как раз в то время великие умы инквизиции додумались устроить охоту на ведьм, пытать их и сжигать. Но папа римский Григорий IX еще и в кошках увидел порождение дьявола и приказал остребить их всех. Приспешники этого католического цирка рьяно бросились исполнять приказы. И дико радовались, когда у них выпадала охуительная комба в виде ведьмы и кошек в одном доме. Тогда женщину сжигали, посадив ее прямо в мешок с кошками. Надо отдать должное византийцам, которые из-за этой идеи отвернулись от Ватикана, показав проблески интеллекта. Ну и в принципе это их и спасло в итоге. Вообще, казалось бы, мохнатным пришел пиздец. Машина инквизиции нещадно уничтожает их тысячами, а у них лапки. Но бог не фраер, он все видит. Поэтому уже люди начали массово подыхать. А причина простая. Чума. Да, социальную дистанцию маски тогда еще не изобрели, да они и не помогли бы. И не только потому, что люди были долбоебами. Или остались. А еще и потому, что вокруг были крысы. И они расплодились по городу невероятно быстро, разнося заразу. Потому что нету кошек, которые с ними боролись. Люди, кстати, сами не отставали от крыс и усугубляли ситуацию крестными ходами и массовыми целованиями мощей святых. Ну ладно, это же в принципе тысячу лет назад было им простительно так бороться с болезнями необразованным людям. Хотя... Подождите. Ах да, эти же долбоебы еще логическую цепочку составили. Типа, мы боремся с кошками и начинаем умирать от чумы. Значит, этот сука-дьявол наслал на нас проклятие за то, что мы боремся с ним на земле. И начали с еще большей силой истреблять кошек. И с большей силой подыхать от разрастающейся чумы. Никогда не заоценивать и невежать. Они погубят не только себя, но и всех вокруг. А вообще, забавно такой круговорот получается. Инквизиторы жгли кошек, а потом их самих пришлось жечь, чтобы остановить чуму. Вот так один папа воевал с тысячами кошек. Чтобы сейчас у кисточек все складывалось с папиками. Ну, не факт, что это связано. Кстати, если у тебя не лавки, ты можешь поставить лайк под этим видео. Ну и заглядывай через неделю. Мы в IGTV. Это значит, я онлайн, пока есть интернет. Пока.